Здравствуйте, приветствую вас в объективном уголке. Сегодня на хирургическом столе у нас Гелиос 33 и его адаптация в корпус Индустар 50. Такой объектив у меня уже на канале был, но это было давно. Прошло время, изменилось оборудование, улучшились навыки, ну и некоторые наработки и приемы тоже пришли на смену, так сказать, приему новичка. Конечно, я и сейчас, строго говоря, не профессионал, без образования в соответствующей области и так далее, но как-никак опыт он подрос. Вот сразу видно, что человек упаковал свои вещи. Надежно, безопасно и всякое такое. Значит, для удобства работы. У меня же здесь сразу переходник на аннекс, чтобы было к чему пристреливать. вот такой переходничок на аннекс. Обычно я их вижу гораздо более крупными, с более широкой массивной плоской частью. Буду иметь в виду, что такие тоже есть. Так, донорский Индустар 50. И непосредственно под опытом. Важный нюанс. Этот объектив на полном кадре, по моей информации, работать не будет. Если только не перевести камеру полного кадра в режим кропа. Хотя, из зарубежных источников, с какого-то форума ползет мнение, как прозвучало, да, как ругательство. С какого-то форума. Так вот, ползет мнение, что и на полном кадре Helios 33 работает. Не знаю, как он у них работает на полном кадре. Если на кропе 1.5, конкретно Sony A3000, края были довольно слабыми. Я сомневаюсь, что там есть какое-то изображение. Если, конечно, не считать работой на полном кадре, изображение, в принципе, любое изображение. Кроме черных углов. Возможно, при таком подходе, да, возможно, так будет работать. Но, фактически, кроп 1.5 для Helios 33 – это предел. Подготовим почву для работы. Отсюда извлечем линзовок и снимем корпус. Отсюда уберем оригинальный геликлоид. Он у нас сначала откручивается. После убираем стопорные винтики. И что характерно, объектив, как могли видеть, пришел в состояние нового, в заводской бумажечке. Но винты уже имеют довольно скромненький вид. И один из них – даже сломанный шлиц. Вот такая вот загогулина. Хорошо, что он не совсем до конца сломался, и можно было прицепиться. Далее извлекаем еще один винт, под которым у нас находился шарик щелчков в диафрагму. Но вот диафрагма будет работать просто, безступенчато. Щелчков у нас более не будет, поскольку ответная часть снимается как мешающая. И диафрагма будет работать безступенчато фактически. Такой вид имеет то, с чем предстоит работать далее. Эту гаечку, надеюсь, получится использовать по прямому назначению, чтобы закрепить лензоблок в корпусе. Далее исключительно грубая, вполне обезьяне, работа по подгонке одного к другому. Само собой, с периодической примеркой на камере. Перед тем, как продемонстрировать результаты токарной работы, возвращаемся к теме материала. Вид Индустара 50. Как видите, все внутренние поверхности претерпели изменения. Во-первых, под собственные линзы, под бленду, она же по совместительству кольца установки диафрагмы, и с обратной стороны, под гайку. Гайка, кстати, бывает далеко не на всех экземплярах, но там, где она оказывается в комплекте, там ее, конечно, стоит использовать. Иногда бывает, удается подобрать что-то подходящее из обрезков и запасов. Благо резьбы, они не так, чтобы сильно всегда везде стандартные, но бывает совпадают. Какой нюанс стоит знать, если будете заниматься таким объективом и снимать бленду? То, что, во-первых, винты нужно сразу же возвращать на место, и то, что без винтов данный объектив нужно держать строго вертикально, никуда его не перемещать и уж тем более не переворачивать. Именно насчет Гелиос 33 я не уверен, но РО-4-1 и Ж-21, которые, в принципе, имеют очень сходную конструкцию, имеют же весьма неприятный такой нюансик. Если винтов нет, то диафрагма банально ссыпается в кучку, и в итоге, чтобы ее собрать обратно, нужно вынимать все линзы и тратить еще некоторое время на сборку. Ну, а извлечение линз это не только риск что-то сместить, но и банальный риск что-то заляпать. Принципиально, как видите, работа весьма простая, но только принципиально. Кроме обозначенных, есть еще ряд нюансов, которые я бы не хотел раскрывать. Ну и, само собой, нужно попасть в нужные размеры. Работа в собранном виде. Выглядит вполне симпатично, никаких лишних зазоров, ничего такого на корпусе нет. Диафрагма, фокус, все как и положено. Данный объектив на днях появится к владельцу, а если у вас есть нечто подобное, то вы можете обратиться ко мне же, и в итоге из запчастей получить нечто подобное. Если у вас тоже есть невостребованный Delos 33, которые вы бы хотели приспособить к полезному делу, то, в принципе, вы могли видеть, что все довольно просто. Ну, а если нет в распоряжении толкового токаря, либо собственного станка, вы знаете, к кому обратиться. Ну, конечно же, я намекаю на себя. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.